Друзья, коллеги соратники, всем категорически привет! Это Андрей Гавриков и это очередные записки нумизмата. Всех православных с Пасхой, правоверных мусульман, еще неделька вам в Рамадане, тоже будет свой праздник. Держитесь, держитесь, братья. Сегодня хочу показать вам те монеты, которые я пополнил коллекцию свою за прошедшую неделю. Есть и не только монеты, есть даже жетончик один приобрел символически, вот в связи с всякими разными последними событиями, на свой взгляд, нашел, добыл себе лист для пятизлотовых юбилейных монет Республики Польши. Свой альбом коллекционер сейчас, как вы помните, неспешно-неспешно закрывая юбилейку Польши. Я посмотрел, сколько стоят монеты первых годов, вот эти двухзлотовые. Да, там, конечно, уже ценники такие, ну не с качеством, какой-то супердорогой космос, вот, но потратиться тоже придется. Вот, написали мне в очередной раз ребята из вот компании Мадимой или Мадима, правильно я знаю произношение, у них вот запускается новая серия «Деньги мира» журнальчик, вот в этом пять боливаров фенесуэльских, вон там лежит монетка еще непосредственно Арабских Эмиратов. Посмотрим с вами тоже немножечко этот журнал свежий, вот, ну и что-то у меня много нумизматических событий за эту неделю. Вот, буквально сегодня разрешилась тоже еще одна история, буквально вот где-то на прошлой неделе или в начале этой, я уже не помню, очень много событий. Написала женщина, мама моего тоже подписчика, тоже вот парень нумизмат, свой канал был на ютюбе и вот смотрел мои видеоролики, а несколько месяцев назад, как бы его не стало. Вот, и она не знает, чего делать с этой коллекцией монет, как поступить. Ну, я вот сказал, попрошу, узнаю своего знакомого, одного из самых крупных оптовиков в России, обратился. И вот сегодня он, собственно говоря, до нее добрался, доехал, посмотрел коллекцию, справедливо оценил, выкупил, она вот очень благодарна, счастлива. Вот, к сожалению, да, там тоже вот бывают такие ситуации. Я вот, что, в принципе, сам думал на этот счет, потому что, ну, рано или поздно там не станет меня, как и любого человека, все, все, все рано или поздно умирает. Вот, и я именно поэтому и, в принципе, и пользуюсь сервисом YouCoin, именно поэтому я проставляю стоимость монет и все остальное, и своим детям этот сервис, пароли все от него передам, для того, чтобы, в принципе, они тоже вот могли понимать, сколько там может стоить коллекция, потому что, ну, не всегда может вот так вот повезти, что ты обратился к людям, которые тебя не обманут, которые нормально оценят все это дело, вот, помогут это продать. К сожалению, не всегда. Я уж много историй наслушался, вот, от коллег, как, ну, просто вот людей, которые в этом не разбираются, банально обманывают. Вот, как-то так. Ну, ладно, давайте вместе с вами полистаем журнальчик, да, посмотрим монетки. Погнали! Так, ну, смотрите, я вам, в принципе, уже показывал этот журнал. Сам всегда обращал внимание на них, когда проходил мы у меня всяких разных киосков в «Союз Печати». Ребята, вот, новая серия они запустили. Значит, ну, как я уже говорил, здесь идет Венесуэла и Арабские Эмираты, пять филсов. Ну, вот, журнал, как всегда, интересный для нумизматов. Вот, я с удовольствием читал те выпуски, которые мне присылали. И здесь, да, то есть, смотрите, они что сделали сейчас. Они, по сути, рассматривают разную полезную информацию. Ну, как, в смысле, рассматривать? До нас доносят полезную информацию про вот эти вот страны, да, то есть, вот, про Венесуэлу и про ОАЭ. То есть, вот, какие здесь есть там знаменитые люди, какие там есть интересные места, на что стоит обратить внимание. Какие, собственно говоря, данные вот по непосредственно банкноте. Вот по этой вот банкноте идет здесь. Вот она и замечательно вот здесь. Эмираты болтаются. Здесь непосредственно вот сами те, которые типа есть. У меня, насколько я помню, вроде бы это все чудо имеется в наличии. Хотя могу сомневаться, наверное, вот таких больших номиналов у меня, может быть, нет. Ну, надо посмотреть, не знаю. Наверное, не было. Наверное, не было. Надо посмотреть, изучить этот вопрос. Ну, и вот, собственно говоря, всякая разная полезная инфа. Вот, а здесь уже начинаются эти эмираты про всякие разные события. Вот принцесса, которая там убегала, по-моему, в том году или в позапрошлом. Да, в 21-м году ей удалось сбежать из страны. Ну, вот, и здесь обзор, обзор монет. Если вы помните, не так давно я выкладывал всю юбилейку, всю юбилейку эмиратов. Вот здесь вот мы с женой плавали. Это в Дубае, Марина Дубая. Там платишь, по-моему, один дирхам. И тебя на такой лодочке перевозят с одной стороны на другую. Такая вот история. Эти тонны фальшивых денег. Полезные всякие разные истории. В общем, есть что почитать, есть что посмотреть. Купить все это дело можно на том же Азоне или Вальдберрис. Ссылочку я размещу. Мне за это никаких денег не платили. Чтобы вы тут не подумали, мне просто прислали журнал. Я, как дубизма, делюсь с вами полезной информацией. Стоимость журнала 300 рублей. Ну, понятно, что стоимость этой монеты в формате рублей 10, 15, 20. И банкноты тоже не больше. Но мы-то здесь покупаем не монеты, а мы покупаем конкретно вот такой полезный, интересный журнал. С полезной информацией подобранной. Ну и, в принципе, как я уже говорил тогда, это, наверное, отличный инструмент для того, чтобы своих детей приучать, наверное, к нумизматике. Вот, у меня это не получилось. Может, получится у кого-то из вас. Делитесь опытом. Так, друзья, ну и сейчас я, давайте, наверное, сменю немножечко, сменю немножечко эти самые декорации. Для того, чтобы с вами подробнее посмотреть на монеты. Ну, перед тем, как я это сделал, давайте еще раз посмотрим на лист юбилейки вот этой коллекционера. Были монеты и по поздних годов. Ну, вот, ребята как раз наштамповали запасом здесь. Так что все влезть, по идее, сюда должно. Как соберу Польшу полностью всю юбилейку, так буду снимать видео. Я вот сейчас, знаете, о чем жалею? Когда мы были с семьей в 17-м как раз-таки, да, году в Польше, надо было ехать на монетный двор, как мне советовал мой друг. И тогда монеты там стоили, ну, вот, которые недорогие, нередки, там, по 40 рублей по тем временам. Я такой думаю, да ладно, я лучше вот в Венгрии закуплюсь, там куплю все в юбилейку. И доехали мы на машине до Венгрии, а там толком-то я ничего не зашел. Половина нумизматических магазинов были закрыты в все дни, когда мы были. Продавалась там какая-то неинтересная история. Зато я, кстати, набрал тогда редкой ходячки, которая на Укоине разлетелась только в путь, кстати. Ну, да ладно. Так, друзья, все, секундочку, переключаемся. Так, ну, я подготовился. Давайте я вот начну с этого жетона. Что-то перчатки я не надел. Ну, ладно, ничего страшного, алюминий. С ним ничего не произойдет. В общем, прикупил вот такой вот токен, жетончик, 88-го года, рубль-доллар, так называемый. Рубль-доллар раз вооружения. Как видите, написано, сделано из металла ракета. Было такое замечательное время в истории Советского Союза, когда он разоружался. Вот, и несколько лет назад, когда мы были с моим другом в городе Хобби у нас в Москве, он покупал себе вот тоже такой доллар, ну, в коробочке с этим сертификатом. Ну, вот я уж купил просто так, у надежного продавца, то есть это никакой не левак, не подделка, в совершенно шикарном сохране. По стоимости он обошелся в 1200 рублей. Для тех, кто не из России, это что-то в районе, сейчас скажу, меньше 20 долларов. Ну, это долларов 17, что ли, где-то получается. Вот, примерно так где-то. Такая вот замечательная штука. Выпущено было их не так много. Выпущено их было 200 тысяч, то есть достаточно такой граничный тираж. Вот, в основном стоимость на монет в таком состоянии сейчас в районе там 1800-2000 рублей. Продается не так много на мешке. Я принимал участие в аукционе, собственно говоря, был я один, кто торговался за него, поэтому я взял по начальной ставке за 1200. Я думаю, вы понимаете, да, почему я приобрел эту монету сейчас. Очень хочется всякого разного разоружения. И вот хочется, собственно говоря, вот этого френдшипа, как здесь написано, принимается как знак дружбы. В наше время, в последнее, прямо очень сильно не хватает дружбы, понимания и переплавки ракет на монеты и жетоны. В свое время, когда путешествовал, кстати, по Лаосу, можете поискать у меня на канале. Это самые первые мои видеоролики, самые кривые, косые, снятые на GoPro 3. Я был в одной Лаосской деревне, которую очень сильно бомбили, и там очень много было американских ракет. Они из них делают сейчас разные сувениры, ложки там и всякое такое. Вот, тоже там приобрел себе всевозможные сувенирчики. Так, ну дальше. У меня обменов в этот раз здесь никаких нет. Это все покупки. Это все покупки. Давайте посмотрим, что я здесь приобрел. Так, начну я сейчас, наверное, давайте вот с не самого главного, из повторения того, что у меня было, но в лучшем сохране. Значит, смотрите, я тут одного продавца обнаружил в Сирию Ванса. Вот, решил прикупить, взять. Вот этот вот, он нюанс. Одна лира на about. Есть вот микроцарапки, но это все равно сейчас самый лучший сохран этой монеты, которая продается вообще в принципе. Вот. А вот здесь уже все как положено идет дальше. Вот 50 пиастров. А это плотина тапка, юбилейные монеты одного типа, 76-го года. Это 50 пиастров было, предыдущий, прошу прощения, вот это 25. Их у меня не было. Это новый тип в моей коллекции, предыдущий 51 была. Потом 5 пиастров, 76-го года, вот такая замечательная монетка. И вот так вот она выглядит. Вот. А это, собственно говоря, 5 пиастров, но 71-го года, другая юбилейка. Там пшеница, все дела. В отличнейшем состоянии. Смотрите, как она блестит хорошо, глубоко. Как золото практически. Вот. Потом. Суданчика, два кирша, 76-го года. Я вот с удовольствием собираю Судан. Настолько у них качество, качество монет, конечно же, оставляет желать лучшего некоторых годов. Вот. Но вот эти, видите, хорошо проштампованы. Это тоже юбилейная монета, насколько я помню. Да, да, это фау тоже. Но здесь вот фау, по-моему, нигде не написано. Я вот не вижу. Да, но это фау, да. Фуд-фу-ролл. Больше всем еды, как говорится. Так. Далее. Это 5 кирш, 56-го года. Это регулярка, ходячка, но ванца. Тоже ванцу найти не так уж и просто. Вот так вот она выглядит. Очень хорошая. Замечательная. У меня уже 5 было кирш, но в состоянии ВФ заменила. А вот 10 кирш у меня не было. 56-го года. Вот в таком она сохраняя. У меня есть, правда, видите, небольшая такая микроцарапочка сверху. Но не смертельно. Я уж думаю, из-за этого сильно переживать мы с вами не будем. Правильно? Значит, далее. Что тут по мелочи? Есть еще одна монета Судана, но мы ее чуть позже посмотрим. А хотя ладно, ничего позже. Давайте посмотрим сейчас уж. Рассмотрим. Смотрите, ребят. Что это такое? Как вы думаете? Давайте я даже сейчас ее аккуратненько здесь раскрою, чтобы был виден. Так, ну давайте с этой стороны сначала покажу. Здесь вот видите углы срезанные, косые, кривые. Это 1 фунт 78-го года. Года лошади. Так, сейчас очень я тут хорошо их закапсулировал. Вот. Я просто хочу вам показать, чтобы вы поняли, какое бывает нумизматическое чудо. Вот. Монета называется «Сельские женщины Фао». Видите, ни лица женщины не видно, ничего. Настолько убитый штемпель. Просто катастрофически убитый штемпель. Я даже не знаю. Я в интернете не мог найти фотографии, где там все это прочеканено. То есть, они с самого начала штамповали вот такую штуку. Вот. Причем у меня монета в состоянии максимально хорошем. Блестящая, там, brilliant uncirculated, да, вот по классификации. Но вот выглядит она именно так. Стоимость этой монеты сейчас в среднем колеблется порядка 1500-1800 за такой сохран. Я нашел очень классного продавца, который прикупил за 1200. Тираж 456 тысяч. Вот это такой вот у них анс, ребята, чтобы вы понимали. Вот. Но я как человек, собирающий Индию, меня этим не напугать. Не думайте. Меня этим не напугаешь. Так, дальше. Давайте посмотрим, что же у нас здесь есть дальше из последнего интересного. Танзания. 5 шиллингов 71-го года. Тоже юбилеечка. 10 лет независимости. Вот так вот она выглядит. Хорошая, замечательная монетка. Эсватиня, которая раньше называлась Эсвази-Лэнд. Помните, такая страна есть. Один Лангиня 81-го года. Ну, вот он тогда еще назывался Эсвази-Лэнд. И здесь, видите, написано Эсвази-Лэнд. Сейчас это Эсватиня. Это, кстати, тоже вопрос. Я ее, как видите, подписал Эсватиня, как мне подсовывает Юкоин. Но фактически, что это же монета Эсвази-Лэнда тогда не было. То есть, наверное, так ее надо подписывать. В общем, запутался я. Запутался. И еще одна юбилейка 76-го года. 76-го года. Это, конечно же, ФАО тоже серия продолжения. И называется она Еда-убежище для всех. Вот так вот выглядит. А предыдущая называлась Еда прежде всего. Далее, значит, Югославия. Пришла мне Югославия вот в таком чехольчике. Но монетка там запотевать начала. Вот поэтому я ее перекинул в холдер. В нем она чуть дольше продержится до того, как это начнется. Я надеюсь, нормальные листы я все-таки прикуплю. В США я присмотрел. Сейчас продумаю, как их оттуда доставить. Ну, листы без хлора, да, от которых монеты не потеют, не темнеют, ничего с ними не происходит. Вот, смотрите, это Югославия. Это последняя юбилейная монета Югославии, которая у меня не была в коллекции. И мне ее очень-очень не доставало. Эта монетка называется 40 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 45 по 85 год, монета 85 года. Вот, теперь у меня, собственно говоря, весь набор юбилейки. 10 из 10 монет в период с 45 по 92 год. Далее, 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 значит, кто там давно смотрит, знаете, я уже рассказывал, что я списывал с одним чуваком из ЮАРа уже там, и меняться мы с ним хотели там на сумму там 150-200 долларов. И купить я уже готов был на эту сумму. Он что-то морозит, все пропадает, там отзывы какие-то отрицательные, положительные появляются. В общем, максимально мутный тип. В итоге я продолжаю покупать юбилейку. Вот здесь выискивать. Это вот единственная монета, которая была в Ансо в продаже 5 рандов 2014 года. 20 лет отмене апартеида. Вот. Такая вот история. Мне, кстати, тоже нравится, знаете, как наши западные ребята любят рассказывать там про права человека, про всякое такое. Да, прочитайте, пожалуйста, как в Южной Африке был выстроен апартеид. Что это такое вообще, как это происходило. Ну, или что в Америке еще 50-60 лет назад у людей с темной кожей прав было значительно меньше. Как говорится, прежде чем кого-то чему-то учить, научитесь сами. Смотрите, Панама. Пол Бальбоа 2014 года. Юбилеечка. 100 лет Панамскому каналу. Просто в идеальном сохране. Мне очень нравится монета Панамы. Да, потому что они так, ну, очень красивые, очень блестючие. Ну, практически как серебро выглядит. Так. И вот Санта Мэй Принципи. 10 центавра. Португальская колония еще тогда, когда она была. 62-го года. О, это год рождения моих родителей. Вот. Такая вот хорошая монетка в отличном сохране. Сохране. Ну, давайте двигаться, наверное, к самому, самому интересному. То, что мозолит глаза, я уверен, уже тут у всех. Вот. Значит, какая история. Тут меня что-то это бомбануло, психануло. И я решил начать собирать коллекционные монеты Египта. Замечательно вот эти вот фунтики серебряные. Вот. Ну, и полез, собственно говоря, смотреть, где можно купить первую монетку. Нашел. Ну, это первая монета. Ой, прошу прощения, не первая. Полез искать, смотреть, первую. Потом в итоге нашел вот эту у другого продавца. Короче, в общем, на мешке всегда можно запутаться. Вот. Но в отличном сохране за 1300 рублей. Вот таком. И... А, я вспомнил, как я ее нашел. Я нашел первую, там, вторую, третью у каких-то продавцов. А потом я увидел в рекомендациях, что есть монета лучшего сохрана и значительно дешевле. Я потом заглянул, а там еще оказалось много разной всякой индии. Сейчас мы ее тоже посмотрим сами. Вот. В общем, это серебро 720-й пробы, 35 миллиметров, 15 грамм. Ну, то есть, соответственно, здесь 10 грамм серебра где-то. Толщина 2 миллиметра. И серебристый гурт. Тираж 50 тысяч. Я давно очень бил себя по рукам и не хотел подбираться к коллекционированию этих монет Египта. Но они уж очень красивые. Я в свое время на мешке, я чуть не сказал, в городе Хобби видел штук 40, наверное, этих монет разного типа в одном альбоме. Ну, они очень красиво выглядят, очень вкусно. Прям классная штука. Вот. Ну, я, честно говоря, сейчас, наверное, сильно разгоняться с ними здесь не буду. Проще будет и дешевле слетать в Каир и купить там эти монеты. Потому что там они, наверное, ну, в раза 2, наверное, дешевле. Ну, даже процентов 40 дешевле. Если уж покупать какую-то большую серьезную коллекцию, то и билет окупишь, вот, и попутешествуешь. Вот такая вот замечательная, красивая монета. Но у продавца я обнаружил, что продаются еще замечательнейшие монеты моей любимой Индии. Да, той самой, которую я собираю. У меня там более 400 типов этих монет Индии разных княжеств. Вот прикупил, наконец-таки, вот эти 10 рублей 81 года. Тоже ФАО, Международный день еды. Обошлась она мне, ребята, всего лишь в 1350 рублей. Просто в идеальном состоянии. Абсолютно. Вот. Посмотрите, сколько они стоят у других продавцов. У некоторых это доходит. За пруф просят там 10 или 14 тысяч рублей. Ну, с учетом того, что это не серебро. Ребята, это не серебро. Это медный никель. 39,1 миллиметра. 24,8 веса грамм. Как бы, ну да, там тиражи не очень большие. Там неизвестно, какие эти тиражи. Маленькие. То есть, монеты в основном наборные были. Ну, вот, в среднем там ее продают. Там 2000 рублей, 1800 рублей. Кто-то там за 3, за 4 продает. Ну, знаете, у кого какие долги, тот столько и выставляет на продажу. Ну, вот. Такая штука. Кого, кстати, тоже интересуют вот всякие разные такие шайбочки, да, монеты, вот, пишите в комментариях. Могу скинуть ссылку на продавца, у которого покупал. У него много всякого разного такого добра. Еще есть. Вот, просто класс. Вот. Ну, а дальше я уж решил. Раз уж я купил Египет коллекционный, а не юбилейную монету, почему бы мне не прикупить себе и коллекционный инди? И вот, обнаружил у него как раз-таки одну из первых монет. Тоже FAO. 10 рупий. Ну, кто не знает, FAO это Food for All. Расшифровывается, да, то есть, еда для всех. Вот серия таких монет. Организация такая есть, которая заботится о бедных странах, да, там, чтобы их накормить. Вот, это серебро 800-й пробы. 800-й пробы. Вес 15 грамм. Ну, то есть, тоже здесь, там, в районе, там, грамм, наверное, 11 чистого серебра. 34 миллиметра в диаметре. Толщина 2,5. Вот такой замечательный лотус. Посмотрите, как красиво выглядит монета. У меня жена, как в прошлом, человек, который работал 9 лет в ювелирке, она тоже смотрит на эти монеты и говорит, дорогой, давай-ка это самое, переплавим их, что ли. Есть у меня знакомые ювелиры, кто могут сделать мне красивые украшения. Я, конечно же, ее отгоняю отсюда. Да, тиражи не очень большие этих монет, ну, относительно. То есть, вот, конкретно этого типа бомбей. Бомбей, видите, здесь вот есть такая вот, оп, ромбик маленький. 300 тысяч. Бомбей в пруфе. Это вот наборный, который в коробках, 3046 монет. И в Калькутте 100 тысяч тоже вот в таком же состоянии, что мы по нулю. Есть еще такая же монета 71-го года. 71-го года. Но я уже не стал покупать, это один тип. Вот, как-то решил, что, в принципе, без этого обойдусь. Далее. Смотрите. Вот это вот интересная монета. 10 рупий 73-го года. 39 миллиметров. 22,5 миллиметра. 22,5 грамма вес. У нас 3 миллиметра толщина. Но серебришка-то качество так себе 0,5. Пятисотая проба. Соответственно, из 22,5 грамма здесь у нас с вами 11 грамм серебра тоже. В принципе, как и в предыдущих монетах. И она, в принципе, также мне и обошлась. Да, то есть, я эту монету прикупил за полторы тысячи рублей. У этого продавца, опять же, повторюсь. У остальных там тоже цены 2, 2,5, 3 и так далее. Народ немножечко сходит с ума по ценам. Как бы, несмотря на рыночную стоимость всего этого дела. Но я подозреваю, в чем причина может быть. В том, что люди, когда курс был большой, они резко эти цены подняли. И забыли опустить низ и смотрят, а купят ли, может быть, с такой ценой, не знаю. Вот, вот, ребятушки, интересная монетка. 20 рупий того же типа. Но это тоже все, видите, Grow More Food, Food for All. Вот это вся история, ФАО. Называется, выращивать больше еды. Диаметр 44 миллиметра. Вес 30,27 грамма серебра. Толщина неизвестна, но подозреваю, что тут тоже достаточно тяжеленькая. Но качество серебра тоже 500-ка. Ну, здесь 15 грамм у нас серебра. Я вам хочу просто показать, как они выглядят без этих вот зацарапанных всяких разных капсул. А капсулы я взял те, которые я привез в свое время из-за Куала-Лумпура и Брунея. Вот, посмотрите, какая прелесть. Просто зеркало чистой воды. Чистой воды зеркало. Просто красотища. Вот, максимально крутые монеты. Вон, посмотрите. Я вот начинаю понимать людей, которые коллекционируют серебро. Потому что здесь, конечно, уже эстетика не только нумизматическая, но вот еще и ювелирная. Ну, и у этого же продавца я увидел коллекционную монету Бутана. 15 Гултрумов 1974 года. Вот так вот она выглядит. Тоже ФАО, конечно же. Тоже ФАО. 500-я также проба. 39 миллиметров. Диаметр и вес 22,3. То есть, здесь те же самые 11 грамм серебра. Купил ее за полторы тысячи рублей. Посмотрите опять, сколько там продают некоторые товарищи. Можно хвататься за голову и говорит, ребята, у вас, наверное, серьезные долги, раз вы так много просите за эти монеты. Вот. Тиражик у нее 54 тысячи. В таком сохране, как у меня был. Брюлент Uncirculated. А в профи их тысячу штук было наборных. Да, друзья, ну, традиционно пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось. У меня вот тот самый выпуск, когда я с трудом могу что-то выделить, конкретно сказать. Ну, конечно же, вот все эти шайбочки. Да, вся эта замечательная Индия моя любимая. Этот Бутан серебряный тоже крутой. И даже, даже этот уродский многоугольный Судан. Ну, монета, ну, согласитесь, максимально криво-косо сделана, не проштамповано, зарезаны эти углы. Ужас, караул. Но, не знаю, на мой взгляд, в ней что-то есть. Да, там что-то. И в несовершенном можно найти что-то красивое, как мне кажется. Ладно, ребят, всем хорошего настроения, светлой Пасхи и мирного неба над головой. Все, всех обнял. Пока-пока. На связи.